Областной центр празднования Дня Шахтёра в этом году в Масках. Но каждый город готовится к этой дате так, чтобы в следующем году главное торжество в Кузбассе состоялось у них. День Шахтёра, начиная с Прокопьевска в 2001 году, ну и наш город был в 2003. Поскольку, вот где-то года с 2005 стали, ну, поскольку реанимации городов шахтёрских, они стали приобретать концу, оздоравливаться экономикой, сам социальный климат стал очищивать. В этом году, вы знаете, город Маски принимает шахтёрские власти. На коллегии присутствовали представители территориальных управлений Беловского городского округа и крупных угольных предприятий. Приоритетная задача – социальная помощь вдовам и членам семьи погибших шахтёров, а также их престарелым родителям. По состоянию на 25 июня таких семей 282. Им будет оказана материальная помощь из областного и местного бюджетов. 2000 тонн сортового угля выделено Беловскому городскому округу. По поручению заместителя губернатора Кузбасса по угольной промышленности и энергетике Андрея Малахова, топливом на предстоящую зиму смогут запастись порядка 500 семей. Представители угольных предприятий рассказали о своей программе празднования Дня шахтёра. Традиционным и самым волнующим станет конкурс профессионального мастерства. Победители получат денежные подарки и премии. Представители территориальных управлений заверили присутствовавших, что баннеры социальной рекламы, плакаты, прославляющие шахтёрский труд, будут подготовлены до начала июля. В конце августа состоится ставшая традиционной сельскохозяйственная ярмарка. А накануне празднеств, чтобы помнили, панихиды в памяти погибших в горняках. Анатолий Старожилов, председатель Совета ветеранов-работников угольной промышленности, выступил с инициативой собрать вместе ветеранов отрасли и новую смену. В 1947 году Сталин ещё, Иосиф Истарёнович, подписал указ учреждения почётного шахтёра звания. Форма была сделана, так же, как у студента, помните, горных институтов, заведений. Даже училищ была специальная форма, отличающаяся горняка от всех. И этой формой мы гордились. Дмитрий Красин отметил на коллегии, что шахтёрский труд становится с каждым годом всё более безопасным, а праздник – масштабным и радостным. Возможно, уже в обозримом будущем формула «одна человеческая жизнь на миллион тонн добычи угля» перестанет действовать.